всем привет дорогие друзья буду писать с одного дубля мало ли что-то пойдет не так в общем то добро пожаловать и сразу же приятного просмотра вам на раунд 6 рвц 19 года то есть нынешнего то есть нынешний рвц обзор как всегда по рефлексу и в этот раз я не буду показывать карту потому что она очень длинным и и прямо во время демки я думаю отлично разберем отлично посмотрят а у них специальные гости там не все круто и вот давайте посмотрим на всего насколько дыма давайте разберемся вначале это будет в общем там около 10 было и давайте начнем начинаем мы с жемпада прыгаем дальше здесь по нескольким вариантам что-то очень темно там у них они вроде поправят а может и нет тем не менее можно просто по дымкам представить какая-то была жесть что вообще приходилось нам всем делать как какой-то стресс на шестом раунде на одном по идее из важнейших они все конечно важны но вот эти вот заключительные там 6 7 8 они грубо говоря решающие потому что если кто-то под расслабился то то все здесь у нас значит там была стрейфовая часть чтобы взять гранату здесь нам нужно зато иметь гранату с джампадом заходим в телепорт оказываемся в комнате и здесь есть три варианта куда можно пойти в трубу посередине либо по бокам есть где такие условные дырочки которые в которых также можно которую также можно попасть и пройти эту комнату сейчас китбонс по моему пытается сделать трипл джамп поля блесеньки то ли об эту рампочку небольшую не совсем понятно ну то есть вот люди насколько эта карта сложна не то чтобы она сложна в трюк триксах здесь или в каких-то моментах то есть нет у каких-то сложных триксов нету уберу каких-то прямо невыполнимых задач здесь у нас ракета я говорил какой-то момент вроде что надо будет таймить рокет с джампадом но на самом деле все оказалось немного проще здесь тоже достаточно такой то есть тут тут каждая комната обладает своей особенностью я это рассказывал там и демону и пуни и всем-все-всем главная особенность этой карты состоит в том что во первых нужно найти максимально быстрые роуты в каждой комнате что что бывает не всегда легко потому что комнат здесь много карта в среднем получается на минуту полторы и можете представить себе просто у вас есть неделя вам надо во первых вы должны понять как эти комнаты проходятся проходятся они все достаточно нестандартно и нужно найти еще в них роут и еще нужно эти роуты задрочить успеть но в общем то нагрузка была достаточно большая на эту карту я думаю со мной и night и dex согласятся и даже если тот же условный dex будет говорить да это это easy была карта бля я каждый день такие играю но это ну пиздеж карта действительно была сложная карта в основном заточена именно на рефлексовскую физику в том смысле что те же вот вы грубо говоря остальные карты дают тот же рокетран то есть мы как фрагеры там на торнер я дэксом еще кто-то тот же cute bonds мы с ней можем справиться без особых проблем потому что нам это все знакомо мы можем адаптироваться под физику и делать свое дело грубо говоря а здесь эта карта заточена именно на физику рефлекса все моменты они все как бы целиком привязаны к физике поэтому еще было немного сложно потому что допустим dex может и играл раньше в рефлекс но ясное дело он не затрачивал не поняла не пытался понять некоторые моменты также я я может и играл но и по я вам играл максимум наносить ироки прошел то есть это здесь нам надо поплазмить удариться об эту рампу на которой нельзя прыгать и дальше плазмить наверх оттолкнуться от стены и попасть в трубу сверху на плазме у меня было лично заруинено очень много много попыток до таком-то очень интересно здесь сверху квад стоит на этой статуи которую он сейчас пропрыгал и на этом кваде телепорт который кидает на следующую комнату чтобы этот туда попасть нам нужно пропрыгать по этим поэтому эскалатору и там стоит у конца я не помню будет он его использовать или нет там будет джампад а будет использовать там джампад стоит который нас кидает обратно и с определенной скоростью мы должны с этой скоростью удариться в этот подиум попасть на рамку и развернуться на квад ну рут и тут естественно везде есть но про что я говорил именно про карту понятное дело что только любая карта заточена там что только стоит даже грубо говоря первый раунд да понятно что они все привязаны к физике но вот это она более выражена вообще зависит от твоего понимания что тут можно в рефлексе вообще делать явный пример будет даже не знаю какую-то там карту западло возьмем если ты дефрагер если ты играешь дефраг и знаешь хорошо все его аспекты ты по сути ты без проблем можешь себе представить что а вот тут возможно вот так вот так вот можно здесь на этой карте не знаю как было у своих я говорю вот просто за себя говорю какие мои были ощущения здесь было конечно не то что будет трудно прямо искать роуты но вот последняя комната надо с ракетой складом забраться на самый верх и кидать эти ракеты здесь надо очень криво потому что если ты кидаешь и хорошо вот и не успеваешь последний рокет пока да и выстрелить в стену и пенюк не успеешь у меня не получалось плохие ракеты тоже делал но ну а ну увидим с плохими ракетами у нас уже не получил меня не получат и вот эта карта на просто тут ты играешь играешь хопа придумал какой-то новый road потом тебе этот road надо присоединить ко всему остальному прохождению проходить тут минуту и выполнять тут не самые легкие вещи и все это надо задрачивать то есть вот он поднялся то есть космос сейчас покажет другой вариант тут можно делать трипл джам попадать на джемпад а нет он даже там сверху есть джемпад который кидает там что-то на тысячу с чем-то и с него можно куда-то вывернуть на этой карте в общем-то с чего я начал еще весь этот долгий спич и за ну надо чем-то заполнять эти варенье за не буду молчать все роуты мы практически там все возможно мы увидимся но в демках просто слушайте и смотрите через чего я начал это просто во первых во первых самый такой аспект который мешал лично мне это то что тут нельзя отклониться от своего роута у тебя нету вариативности то есть если условном дефраге там не знаю ты грубо говоря пропустил где-то рокет там или что-то гб не получилось ты знаешь что ты будешь дальше делать в этом случае будешь либо келяться либо пытаться выйти из этой ситуации здесь такого нету здесь если ты проебал комнату если ты но не комнату какой-то момент и у тебя не получился где-то прыжочек там где-то скорости на два опса меньше у тебя то все ты проиграл меня здесь это больше всего бесило потому что не было какой-то гибкости в прохождении не было типа где отступление это очень раздражал еще некоторые моменты просто маперу на заметку чтобы не быть ебалому я честно эту карту уважаю мне симпатичен мапер мне симпатично то что он делает но начнем с того что телепорты но я надеюсь что субтитры парень доберется до этого обзора и все мои мысли передаст субтитрах если вдруг мапер посмотрит я конечно нарочно не буду его тыкать лицом говно хотя тыкал но ничего не произошло в общем то во первых карта без чекпоинтов то есть у вас есть грубо говоря там пять комнат 56 досков их тут у вас есть пять комнат и вам надо без чекпоинтов ориентироваться по роуту это типа я не хочу к решу это очень сложно но это неприятно это неудобно как минимум это тебе надо помимо того те надо как-то тестить эти все роуты как-то понимать что быстрее что медленнее тебе как-то надо все это осознавать ориентироваться по общему таймеру это бывает крайне неудобно и вообще отсутствие чекпоинтов типа в рейс играх это неуважение к игрокам на мой взгляд типа что за на всех картах есть чекпоинт даже на нулевом типа и были чекпоинт они специально добавили чекпоинт на карту а на 6 карт я не знаю может это идея смайла да типа пусть они без чеков играет ну давай ты может будешь гореть нахуй в аду без чекпоинтов типа я указывал на это дело что пусть будут чеки эти нам чекпоинт и чекпоинт это важно мне на мои слова никак не реагировали ну я забил хуй кабну нету и нету ок будем так играть кабну выбора типа нет второй момент не менее важный тут почти каждая комната заканчивается на том что ты берешь определенный девайс определенный айтем и переходишь в следующую так вот как вы могли догадаться кто-то может быть уже догадывается тут можно взять допустим гранату и не попасть в телепорт ты берешь гранату ты по инерции жмешь кнопки дальше уже как бы с предикшеном на следующую комнату но ты не попадаешь в телепорт вот кстати один из вариантов самый популярный вариант просто развернуться на вот этих лесенкой грубо говоря и с нужной скоростью вот здесь видите не хватило и человек будет двоих сделать в пол то есть можно взять гранату не попасть в телепорт можно взять там тоже только ват можно взять и не попасть в телепорт можно что но таких вот моментов короче их очень много в комнате где рокет я вам покажу я сейчас акцентирую внимание я хочу просто чтобы вы понимали я и не ною вот я прошу прямо обратить внимание но я не говорю что вот так мы такие бедняжки играли ой них я мотану я хотел пикнуть так коз думбро я не ною я просто говорю да как говорится я хочу акцентировать ваше внимание на то как маппер в целом я понимаю что карта сложная комплексная но это базовые вещи со стороны маппера это крайне и со стороны тестеров в том числе я не знаю кто тестил у него карму что он сам тестил если он сам тестил я ему рекомендую либо завязывать с тестингом либо тестить руками они жопой и и я не хочу чтобы кто-то обижался тот же смайл если он вдруг это посмотрели рефлексер и все я думаю все прекрасно понимают все с этим встречались я может быть один кто решается тут поговорить да типа нихуя в нам карту такую за забабахал классного карта реально классная карта очень крутая и и бы ее доработать она просто лучшее будет но никто и ну я указываю на косяки которые здесь есть в общем то в целом вот таких вариантов их очень ну таких вот случаев их очень много прямо супер много когда и у тебя вроде как все хорошо ты видишь такой идешь и ты идешь на рекорд но пролетаешь мимо квада самая там важная грубо говоря комната а вот давайте вам покажу здесь как раз было и почему ты должен типа здесь тоже крутится что-то половина карты выглядит как бои удлинение геймплея зачем было крутиться так можно и было я не знаю сделать там чтобы человеку надо было сделать три сильных прыжка зачем эти кручения в воздухе какие-то еще сверху там телепорт и типа если ты близко к стене под подслонишься то тебя телепорт нет вниз и ну чё это такое тут тоже скорее всего средство будет разворачиваться там смайл по моему и комментаторах тоже был но я не хочу я не хочу ни в коем случае ругаться я лишь указываю возможно в некой в некой такой агрессивной форме но я просто указываю на моменты которые стоит пофиксить следующий раз если вдруг кто-то с ними столкнется из мапперов потому что то что мы вот это играли это было не то чтобы не через не через не хочу это было просто нахуй я это делаю вот это это было вот так а вот здесь хороший момент кстати а на ракете на моменте с ракетой когда вы вылетаете там с жемпада с ракетой там точно такая же труба и суть в том что я и заходить в игру не буду потому что у меня все закрыто это будет очень долго но там суть в том что телепорт он налеплен прямо по краю то есть вот прямо вот так вот так вот так вот налеплен телепорт если мы летим из трубы и находимся вплотную к стене у нас телепортируют вниз обратно то есть я ей не считаю что это задумка если это задумка то это хуёвая задумка во первых не считаю что это звука потому что вот здесь вот типа если мы также смотрим да вот здесь вот у него нету телепорта на краю а здесь и во всех других сторонах есть телепорт то есть прислоняясь к этой диагональной стенки мы не или партнёмся вниз а прислоняясь ко всем остальным телепорт нёмся косяк косяк зачем делать такой телепорт отодвинь ты его блять мы не знаю там на 5 юнитов пусть туда нельзя будет встать типа ну кто будет вставать пусть кто-то и выставать но это медленно да пусть ты блять отодвинь если не хочешь чтобы вставали отодвинь ты чуть-чуть я не знаю сделай блять немножко клипа да с внутренней стороны ты сделай клип чтобы человек не мог задеть этот телепорт это было блять это такое место сука смайл местный западло вот серьезно концу этого обзора разъебу тут все просто реально чтобы все прочувствовать ее надо затрачивать типа кто-то скажет типа ну заднюю блять не прислоняйся давай блять не прислоняйся ты уже ты пол жизни блять в этой карте уже потратил давай не прислоняйся когда ты идешь там плюс 30 секунд без чеков нахуй так ну чё там чё там да и то что карта большая у всех были большие выставлены сервер таймы поэтому грузит долго если мало ли кто не понимает почему так долго то есть у них они вводят тайм-код который должен просчитать как бы сервер тайм грубая ли тайм-линию до представим вот торн 7 место более того когда у грозила загрузилась мы ждали пока загрузится там комментаторов других у кого-то окрашился вообще рефлекс это было забавно тебя 0 я мотаю если что я бы показал на самой карте но кому интересно давайте когда я буду стримить вы просто скажите а покажи вот эти все косяки покажи а я возьму я покажу возьму покажу кому интересно прямо кому это так для общей информации просто слушайте соболезнуйте я не знаю блин тут сложно сказать было ли это все потечено либо это задумка маппера к примеру особенно на старте там у тебя на там но один-два у пса больше все ты проебал ну что это такое это если и делают какой-то порог типа по скорости его надо делать и за ну как-то по-другому обыгрывать может усмайла вроде достаточно опыта он насколько я знаю там даже в в бета дискорде где ботикал сидит я не знаю насколько эта информация тайная но вряд ли тайна типа человеку вроде опытный взрослый прекрасно понимают что из себя представляют рейс мог почему такое происходит мне честно говоря непонятно вот я не знаю тоннер покажет нет ну там не видно еще эти лампы типа я понимаю что это для усложнения но должно быть как-то сбалансировано или нет меня такой вопрос ты делаешь одну там уберку это конту где нахуй все мешается где все хочет чтобы ты не прошел ее и делаешь каких-то ответственных моментах возможно для дизайна я не знаю что усмайла в голове может быть это его гениальный замысел какой-то план да и здесь вынуждены были игроки делать типа плазмоджам с но грубо говоря плазмоджам с джампадом чтобы долететь до стены потому что иначе не долетается ни в коем случае че долетается но вы никак не сможете потом забраться торнер проходил через систему судя по всему ну и через жампад тоже видите типа каком тесте что за пуни тоже отмечал и я надеюсь что пуни не обидится если я так типа мысли расскажу тоже частично он тоже где чё за блять идея типа по рампе вверх димон тоже отмечал что за хуйня рампе блять скакать вверх серьезно нахуй 2003 год блять задумка у карта охуенная но ее надо было дорабатывать она либо сырая к нам пришла либо она вообще не планировалось быть рываться карты либо что я не знаю торнер молодчина послал дмку у многих вопросы вообще были как блять проходить какие-то комнаты как она проходится что за хуйня dx блять даже dx возмущался в чате дискорда там я его понимаю я бы тоже возмущался на разом тему сам поднимал типа я и я есть я единственный возмущался по чекпоинтам я не знаю почему никто вообще никто не сказал я говорю я смайлу блять писал что по чекпоинтам писал в дискорде что по чекпоинтам игнор нахуй полный что происходит печь в полноэкранном режиме не надо давай в риф ой ну ребят в общем шестая карта честно со стороны если я смотрю на нее как зритель она классная если я смотрю на нее как игрок это кусок говна по сути большой такой аккуратный красивый но кусок говна я очень надеюсь что никто не обидится из рефлексоров потому что я не знаю но это мое личное мнение вы можете с ним не соглашаться но обижаться на это не надо потому что это на мой взгляд это не то чтобы субъективно это по большей части объективно она очень классная здесь много роута здесь много интересных задумок айна ни добропадана она не она не сделана для того чтобы на не играли она сделана для того чтобы все сказали о нихуя себе карта вот мор grâce во сделала на мой взгляд наиграть на ней блять я не знаю вот этот момент что это такое а можно там типа срезать можно тут все везде срезать но ты здесь ты делай это стабильно при стабильность здесь ничего не сделаешь еще сделай что потратишь очень много времени кто-то может скажет вот это мировой чем арты должен быть сложные арты должны быть должны быть сложные карты не должны быть кривыми как на семнадцатом дфвц допустим и многие со мной согласятся я надеюсь если нет но наше мнение расходится ничего страшного поиграйте вот эту карту возьмите квад когда идете в плюс и не попадете в телепорт здесь тоже чуть-чуть отклонился на нахуй телепорт идея классная идея хорошие просто 5 место что у нас там сколько идет 25 а ковум 5 так поехать вот и кого он проходит по одному из самых таких популярных путей у на это демка конечно очень классно я не знаю может быть там нахуй куплен и все но на это тем не менее местный и естественно ему ему возможно в некотором смысле попроще потому что он знает все прелести физики он знает чё как как скорость нам в каких случаях набирается тут допустим кнопкой вперед можно набрать нам до пяти столбцов просто кнопкой вперед поворачивая типа я об этом узнал только на этой карте я не замуж кто-то знал но это он делается прям без проблем и это много эффективнее чем боковым страйфом плазму хорошо прошел кого и ну все кто отправил демку на эту карту реплей свой они все красавчики они все большие большие молодцы неважно какой у них тайм хоть полторы минуты хоть 2 хоть 5 минут это абсолютно не важно потому что как минимум пройти эту карту это уже достойно чего-то я бы конечно еще по разглагольствовал но это будет уже лишнее я думаю так понятно мое недовольство и от экстра демка джанки голод смогла чё это застыл сериал 480 спасибо но в чем прикол сразу скажу они просто просто он сделал он сам либо по чьей-то идея не за он сделал в редакторе типа себя падает сделал джиппады там и так далее сделал все что себе нужно и сразу на финиш попал вот такая карта была бы заебись это конечно бы 6.5 это еще одна экстра как я понимаю да от смайла по моему сейчас будет как проходить там какую-то комнату просто посмотрите до смайл просто посмотрите блять это это мы должны были затрачивать что за хуйня он покажет сейчас другую комнату помню вот здесь другой стороне есть типа стадия 05 которую хуй пойми как проходить и вот просто посмотрите на это якобы это все прыгается но типа и не знаю это не прыгает сразу здесь в комнату с гранатой там вниз спускаешься на джиппад и все по идее если это выполнить быстро то это быстрее но я думаю со мной многие будут солидарны что проще эту комнату ебучую послать куда-нибудь куда где пусть смайлы во снах игра для бесконечное количество раз квазар четвертое место так что у нас 720 будет поддержаться сейчас кстати говоря у нас карта стрейфовая 7 раунд карта от дана очень классно очень приятная карта если мы сравниваем с этой это просто не карта я вы его все такие карты сделал карта на самом деле очень приятно есть тоже пару моментов конечно но это не так критично тоже интересные роут и глазара мать конечно здесь постарался очень хорошо уж не знаю что там может и в натуре есть какой-то замут ума это там со смайл может еще что-то вошли там друг другу жопу лежит и на это части когда-то там типа тестил может и нет а может и на это красавчик но я склоняюсь к тому что на это красавчик я не хочу думать что 114 не хочу думать что на это что-то где-то нечестно поступает 3 место подойти кто но я сделал я могу отчасти собой гордиться потому что я сделал некоторые моменты кто никак не кто такими как никто не делал типа допустим а ну рокет найт только также сделал и вот здесь у меня самая быстрая комната получилось как насколько я помню и они типа просто срезал на пути от паники внизу и делал пирпул джабли вот на плазме я здесь очень много потерял естественно и здесь так как у меня не получалось с ракетами просто забраться наверх я делал 2x и запирался наверх 1 12 в трое место занимает у нас кто xx тоже красавчик тоже постарался но такая карта в целом что какие-то моменты я просрал какие-то моменты там на это просто какие-то моменты до x послал тут одной неделе по сути очень мало чтобы но вот эта комната допустим но у него медленнее на 2 секунды это то быстрее вроде опять же без чеков ты не понимаешь не пизды где быстрее где медленнее как уже без чеков играть здесь лишний прыжок делает ну видите как много здесь ник не срезаю и меню перебил очень долго пыли но у него очень быстро плазма получит он конечно плазму любит умеет поэтому здесь все хорошо он быстро поднялся и здесь заживу так типа с остановкой и плюсом не делал 2x просто ракетами забрался я не знаю почему я и получался я не получалось я сидел в каждой комнате по часа четыре я не меня получался 11 ну немножко совсем перебил ты первое место might очень классная демка гранату он быстрее всех пришел вот эту комнату как я примерно но он без лишнего прыжка дел ракет как у меня у него чуть побыстрее тоже здесь к стенке чуть ближе приблизишься тебя телепортнет нахуй здесь тоже не джамп не срезал я не знаю почему может не получалось и плазму естественно тоже очень быстро и здесь я прошу обратить внимание ну плазма увидел типа здесь свой вот смотрим он прыгает перед телепортом прыгает еще раз и потом делает видимо с каким-то багом блядь я не знаю типа даблджамп здесь об клумбу там и нужно время замедлить давай вот так посмотрим вот он попадает делает прыжок еще прыжок и здесь я не знаю каким образом вам вам типа грубо говоря даблджамп по наклонно еще забирался по башне по этой простату и сразу попал на квад это типа может сказать единственное что его спасло и он это всех оторвался в одессе тихо они сейчас еще раз наверно посмотрит этот момент я не знаю как так вышло я пытался там всяко разное пытался конечно все я думаю дэкс тоже пытался и торнер что-то хотела выдумать да но у нас ничего не получилось мы тупые дефраггеры всего лишь давайте еще раз насладимся на плюс мотивации сейчас у нас night находится из-за чего нужно хорошенько дать ему пизды на стрейфе внизу у меня так не почему-то я не у меня не я врезался хусь может где-то опять же не датайса может еще что-то ну карта большая типа если пьярить нон-стопом и и конечно возможно и все сделаешь плазму него очень классно поставку не дует плазмит и все я не знаю как это видимо там какой-то с кем заступ у них что-то у них физика дырявая как носки блять и воняют смраду руки-то очень хорошие получили прямо в краешек он выстрелил и вы видите чуть лучше руки ты делаешь хуяк и ты был и ты мимо стреляешь типа чуть хуже ты не долетаешь и 69 упсов и как найти этот они все и как найти эту золотую середину я решил что проще делать 2x в общем то такие дела ребят надеюсь что вам было не слишком противно слушать всю эту дичь обязательно подписывайтесь ставьте лайки скоро будет пару роликов информационных некоторой степени на надеюсь ну и все всем большое спасибо всем удачи и пожелает поддержать кстати говоря можете по ссылке в описании поддержать разово донатом либо стать моим патроном патроны получают информацию более часто так скажем я туда вкидываю инфо инфоповод так сказать чисто для патронов и спасибо моим уже существующим патронам это за призвучий сетих обип и все всем удачи всем пока